15 минут про астероиды расскажет Иваненко Наталья. Очень интересная познавательная лекция. Прошу приветствовать ее. Добрый вечер. Как сказали, меня зовут Иваненко Наталья. Я студентка второго курса магистратуры кафератур физики и астрономии. Университета имени Мечникова. И хочу сразу начать, что такое астероиды. Пожалуй, на этот вопрос нам хорошо ответят жители Челябинска. Можно дальше? Потому что 15 февраля 2013 года в верхние слои атмосферы нашей планеты вошло крупное небесное тело, прощертило такой яркий путь по небу и упало в озеро Чебаркуль. Также называется Челябинский метеорит или Чебаркульский от названия озера. Упал он в городе Челябинск, который находится в России. Это длилось полет буквально 30 секунд. После столкновения с поверхностью планеты произошел большой взрыв. Была ударная волна, в результате чего в городе повыбивало стекла. Многие люди получили различные ранения. И в течение ближайшего часа в больнице города обратилось более тысячи человек с различными ранами, которые получили в результате, как правило, того, что на них поддействовало стекло. То есть это были резанные раны. И потом, через несколько дней, вот такие вот камушки были подняты на поверхность, создавая Чебаркуль. Следующий. Не менее знаменитый астероид, который, пожалуй, это, наверное, так можно сказать, самый знаменитый, потому что его видели люди, их очень много, и поэтому документально был хорошо зафиксирован. Это Тунгусский метеорит, который 30 июня 1908 года прочертил опять огненный шар, пролетел по небу, и жители Восточной Сибири увидели, как я показывала в предыдущем слайде, такой яркий след. В результате этот метеорит, он не долетел до поверхности, он взорвался в воздухе, но деревья в Сибири площадью 2000 квадратных километров были повалены, и когда сделали данную фотографию, было видно, что деревья были практически обуглены под воздействием большой температуры от этого метеорита. Дальше. Это карта с Google Maps, на которой до сих пор видны следы этого Черябинского метеорита, то есть площадь 2000 километров, и фотографии места событий, куда прибыли ученые, были получены буквально через 20 лет. Видно, что это тайга в труднопроходимой местности, и просто ученые на то время не могли туда добраться в силу того, что усложненная была дорога. Дальше. И вот так это выглядит с самолета, местность. Фактически просто поляны среди тайги. Но во время того, как этот метеорит взорвался, ударная волна дважды прошлась по нашей планете Земля. Если бы пролетел он на 4 часа раньше, то упал бы в город Санкт-Петербург, и ни города, ни окружающих деревень, сел просто бы не было, в том числе большого количества людей. Но так как он упал в Тунгусску, Тунгусский метеорит, потому что рядом находится река Тунгусска, жертвы не было. Дальше. Не менее знаменитый кратер Чукшелуб, который находится в Мексике. Это самый древний кратер, который удалось обнаружить на данный момент. Как вообще обнаруживаются кратеры? Фактически, например, в Тунгусске нужно пойти, увидели какую-то воронку, говорят, что такое непонятное происходит. И раньше люди не знали, что это такое. И геологи, когда начали с помощью аэрофотосъемки фотографировать поверхность нашей планеты, обнаружилось, что очень много таких кратеров на поверхности нашей планеты. И потом уже было установлено их происхождение, именно ударение с небесным телом. Видно, что кратер, часть его находится под водой и часть на поверхности. Потом установили возраст этого кратера, и оказалось, что ему порядка 65 миллионов лет. То есть столкновение было 65 миллионов. Это был очень большой астероид, порядка 100 метров. И в результате высвободилось очень много энергии, порядка нескольких десятков атомных бомб. И считается, что такой мощный взрыв мог послужить тому, что на тот момент на планете вымерло всё живое. И как раз это является версией вымирания динозавров. Но это как бы сопоставили, и на самом деле это не точный факт. Далее. Также один из самых таких старых кратеров — это кратер в каньоне Дьявола, Аризонский кратер. Он образовался около 50 тысяч лет назад. Имея диаметр более чем 1200 метров, глубина 170 метров. Такая большая воронка была образована в результате ударения тела размером примерно 60 метров. То есть летел камушек 60 метров, и получилась такая вот большая воронка. Астероиды летают с большой скоростью, порядка 20 километров в секунду. Скорость движения нашей планеты — 30 километров в секунду. Если начать встречу другу, то столкновение произошло на скорости 50 километров в секунду. Если перевести в часы, то фактически 3000 километров в час. Дальше. Как я сказала, с помощью аэрофотографий мы получаем изображение большого количества кратеров. Также их называют астроблемы, что переводится как «звёздные раны». На данный момент известно более 2000 таких астроблем, таких вот ударных кратеров. И фактически можно видеть, что они находятся на разной поверхности, будь это или вода, или пустыня. Далее. Как я показывала, падение 60 метров вызвало такие воронки. А что, если астероид будет крупнее, и он упадёт, например, не в Тунгусске, а на какой-то жилой город? Будет совсем печально. Вот есть такая гифка, которая иллюстрирует фантазию художника, а не более. Слава богу, нам пока не удалось такого наблюдать. Далее. Как же часто вообще происходит столкновение с астероидами? На самом деле на этот вопрос немного сложно ответить. Почему? Потому что если мы возьмём, например, статистику 200-300 лет назад и сейчас, то мы обнаружим, что сейчас фиксируется падение метеоритов намного больше. Почему? Потому что у нас есть средства фиксации этих событий. Например, камера телефона, видеокамеры. Вот, например, Челябинский метеорит. Очень много видео на Ютубе можно посмотреть. И, как правило, все они записаны или на камеры видеонаблюдения машин, или на камеры наружного наблюдения зданий. И 200 лет назад такого не было. Поэтому если летело какое-то небесное тело, зафиксировать его нам было достаточно сложно. Итак, объекты классифицируются по размерам. В зависимости от того, какой он имеет размер, он к нам прилетает чаще. Как видно, объекты размером до 20-30 метров прилетают практически пылинки, метеороиды прилетают практически каждые сутки. Как правило, они сгорают в атмосфере, не долетают, и мы их практически не фиксируем. Но согласно статистике, которую ведут астрономы, несколько тонн пыли межзвездная попадает на нашу планету каждые сутки. Астероиды размером более 30 метров, это как астероид Тунгусский или Аризонский кратер, они прилетают уже раз в 250 лет. Опять же, это не совсем точная статистика, а только предположение на основе тех фактов, которые мы имеем. А именно, это найденные кратеры и фиксация наблюдения астероидов и метеоритов, которые падают на данный момент. Астероиды более 100 метров падают уже намного чаще, раз в 5000 лет. Но чем больше небесное тело, тем больше оно приведет к какой-то катастрофе, к каким-то более тяжелым последствиям. Например, оригинальная катастрофа. Если астероид упадет 100 метров, считается, что именно такой астероид, или астероид 100 метров-1 километр, как раз упал в Мексике. И это привело к глобальной катастрофе. И астероиды 10 километров приведут к концу цивилизации. Как показывает статистика, они падают довольно редко, поэтому нам пока бояться особо нет смысла, так как последний, нам известно, упал 65 миллионов лет назад. Согласно этой статистике, лет 30 миллионов мы можем пока не беспокоиться. Астероиды, которые размером более 1 километра, 1 километр, также называют астероидами убийц. Астероиды-убийцы. Ну, понятно почему, да, потому что может привести к глобальной катастрофе. А если попадет на какой-то континент, то в радиусе одного какого-то материка может просто исчезнуть все живое. Дальше. Куда же они падают? Есть какие-то особые точки, которые их притягивают. Это карта, на которой показаны места падения метеоритов, как маленьких, так и больших. Зелеными показаны метеориты размером до 10 метров, и красные — это астероиды, которые имеют размеры более чем 30-50 метров и больше. Что мы можем наблюдать? Очень много падает в Америке, в Южной Америке, в Европе, в Китае и в Австралии. Как думаете, почему падает именно, например, в США падает, а в Канаде, в Ирландии не падает? Вопрос оказался бы такой очень интересный. На самом деле просто здесь находится больше людей, они больше могут фиксировать. Может, здесь также упали астероиды, метеороиды, но там нет людей, они-то не зафиксировали. И поэтому вот такая карта интересная получается. Например, вот мы посмотрим в Южную Америку, тут находится у нас Амазонка, амазонские леса. А если там даже упалёт какой-то астероид, мы это зафиксируем с помощью самолёта или с помощью какой-то международной космической станции, которая летает вокруг нашей планеты, мы его не найдём. По сравнению к акстангузским метеоритам, туда нужно дойти и найти этот кратер. То есть это труднодоступные районы. Или, например, в Африке можно видеть, там находится пустыня. Далее. Откуда они вообще прилетают? Это анимация, которая иллюстрирует положение астероидов, которые находятся вокруг нашей планеты. Первая гиф-анимация иллюстрирует положение планет, Солнца и астероидов. Мы как бы смотрим сверху. В центре находится Солнце, синим показаны орбиты планет. Меркурий, Венера, Земля и последнее — это Марс. На данный момент мы зафиксировали и обнаружили более 16 тысяч таких объектов. Вид сбоку. То есть можно наблюдать, что они находятся не только в плоскости эклиптики, но также имеют некоторые вытянутые и наклоненные орбиты по отношению к нашим планетам земного типа. Далее. Проблема с астероидами стоит так остро, что Организация Объединенных Наций инициировала так называемый День Астероида, который проходит каждый год 30 июня. Почему именно 30 июня? Потому что в этот год упал Тангусский метеорит, такой первый большой зафиксированный метеорит. Это международное мероприятие, и его поддерживают очень много известных учебных научных центров, в том числе ЕСА, Европейское космическое агентство по аналогии с космическим американским, как НАСА, астрономические различные сообщества, в том числе самое древнекоролевское астрономическое сообщество, и очень много других. Их более 30. Я вынесла несколько для наглядности. Далее. Что предпринимают астрономы, ученые, для того, чтобы предотвратить такое столкновение? Существует большое количество программ поиска. Это программы, которые направлены на обнаружение таких объектов, и фактически нужно потом, после обнаружения, нам понять, какого они размера, правильно, и куда-то их занести в какой-то каталог. Можно наблюдать статистику, начиная с 1995 и по 2004 год, что количество астероидов, которые открываются, растет. Это связано с усовершенствованием способа как раз обнаружения этих астероидов. Вторая диаграмма показывает астероиды размером более 1 километра и 1 километр. Видно, что с течением времени, слава богу, мы обнаружим таких астероидов меньше. Далее. Также существуют космические миссии, которые уже были или только будут. Например, космическая миссия NER 1996-1998 год полетела к астероиду Эрес, и благодаря этой миссии мы получили первые фотографии астероидов. Получили информацию о том, из чего они состоят, какой они формы, чем они покрыты. То есть фактически первые какие-то параметры, характеристики, которые характеризуют астероиды. Также было несколько миссий Deep Space, Deep Impact, Stardust. Это те, которые были запущены немного позже, чем эта миссия, и были также обращены не только на изучение астероидов, но и комет. Хаябуса — это миссия, в результате которой на астероиде Такава был совершен спуск спускаева модуля, и также получены характеристики более подробные этих объектов, а именно астероидов. Дон Церера — миссия, которая была недавно. Получили фотографии и анализ самого большого астероида в Солнечной системе — Церера. И также розетта, которую изучали комету Чурюмова и Гиросименко. И предстоит еще несколько миссий, как Марко Поло и Дон Кихот. Дальше. Это фотографии, которые рассказывают о космической миссии Хаябуса. То есть был вот такой аппарат, который подлетел к этому астероиду. Вот видно фотографию приземления, то есть падает телекосмического аппарата. И увеличенная фотография поверхности этого астероида. То есть фактически что здесь можно разглядеть? Большое количество пыли и мелких камушков. Такое, как фактически поверхность чем-то напоминает лунную поверхность. Далее. Всего у нас в космосе летают такие объекты, как пылинки. Их тоже нужно принимать внимание, потому что большое количество, как я уже говорила, попадает в атмосферу нашей планеты. Метеороиды, объекты до 30 метров, которые не представляют для нас никакой особой опасности. Астероиды размером более 30 метров и кометы. Далее. Как вообще выглядят астероиды? Третий по размерам астероид, это Веста, имеет поперечники размера 500 километров. Также можно наблюдать здесь настоящее соотношение размеров. То, что есть астероиды намного меньше. И они имеют не все сферическую форму. Если в приближении, в первом можно сказать, что Веста похожа на шар, то остальные нет. И фактически такие булыжники, которые имеют неправильную несферическую форму и летают в космосе. Далее. Самое большое количество астероидов находится в главном поясе астероидов, который находится между орбитами Марса и орбитой Юпитера. Там было зафиксировано и уже занесено в каталог порядка более миллионов объектов. А вот как раз Церера, Веста, эти большие 900-500 километров, они находятся в главном поясе астероидов. И для нас не представляют никакой особой опасности. Опасность представляют, когда я показывала две гифки, где они летают вокруг нашей планеты. Количество астероидов на данный момент известно очень большое количество. Далее. Вот как раз астероиды, которые имеют для нас очень важные значения. Это астероиды, которые называются астероид, сближающийся с Землей. По названию понятно, да? Он сближается с Землей, поэтому может как-то повлиять на нашу планету. Например, сблизиться с ней или столкнуться. Это астероиды, орбиты которых от Солнца находятся на расстоянии в перигелии от 1-3 астрономических единицы. Астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца. В астрономии очень большие масштабы, поэтому там применяются совсем другие системы исчисления. Например, астрономическая единица — это 150 миллионов километров. Если взять орбиту самого Юпитера, это 5 астрономических единиц. Чтобы не говорить там 750 миллионов километров, говорят просто 5 АЕ. И получается, что они приближаются к орбите нашей планеты всего лишь на 0,3 астрономических единицы. Среди них выделяют потенциально опасные астероиды. Это те, которые могут приблизиться к нам на расстоянии менее чем 8 миллионов километров. Этой ночью был такой астероид в 2014 и о как-то там 25. Он приблизился на расстоянии 1,7 миллионов километров. Это в 4 раза дальше, чем расстояние до Луны. Расстояние до Луны в среднем 380 тысяч километров. И этот астероид относится к заряду как раз потенциально опасных астероидов. И большие астрономические обсерватории в этой ночи получали изображения и какие-то другие параметры, которые бы его охарактеризовали. Получили первые фотографии с помощью радарного метода. То есть фактически в радиодиапазоне получили картинку. И этот астероид по своей форме напоминает чем-то гантелю. Вот можно видеть то, что у нас есть астероид, как я говорила, сферический. Это в основном главном поясе астероидов. И вот астероид Эрос, который имеет несферическую форму. Можно видеть то, что здесь как бы тоже немножко гантелька, только она не совсем ровная. Одна часть больше и вторая часть меньше. А вот примерно такую форму имеет тот астероид, который пролетал сегодня недалеко от нашей планеты. Фактически такую имеет форму гантельки. А считается, что данные астероиды были образованы в результате слепания двух компонентов. Но об этом позже. Далее. Проблема заключается в том, что в 1991 году космический аппарат Галилея, который летел к Юпитеру, пролетая мимо главного пояса астероидов, сделал удивительную фотографию. Он сфотографировал астероид 243ида и увидел то, что это астероид необычный, он двойной. У него имеется спутник. То есть фактически в сближении с таким астероидом особо ничего нам хорошего не сулит. То есть у нас будет два камушка вместо одного. Далее. Вот так выглядят двойные астероиды. То, что я показывала ранее, это была одна фотография такого астероида. Сейчас получаются все фотографии, все изображения именно таким методом. Так. Что же делать? Вот мы нашли астероид. Что дальше потом с ним делать? Существует единый реестр, который находится на сайте Центра Малых Планет. Это международные сайты. И на данный момент известны 1772 объекта потенциально опасных. То есть те, которые в будущем могут столкнуться с нашей планетой. Или очень близко пройти. Могут. Не означает, что они обязательно это сделают. Далее. Близкие прохождения, которые будут относительно скоро. Это так называемый известный астероид Апофис. Наверняка хоть кто-то об этом астероиде слышал. Он в 1029 году пройдет на расстоянии всего лишь 34 тысячи километров. До Луны 380 тысяч. То есть в 10 раз ближе, чем Луна. И он пройдет удачно. С нами не столкнется. И еще есть такой астероид, который в 1927 году пройдет. На расстоянии уже намного больше. То есть фактически это расстояние до Луны. Далее. И вот про астероид Апофис. Буквально еще пару слов. Это положение орбит нашей планеты. Синим и красным показана орбита этого астероида. Видно, что они пересекаются. И как раз в точках пересечения орбиты может произойти столкновение. Далее. Еще раз можно. Астероиды могут занимать несколько положений относительно Солнца нашей планеты. Если он находится с этой стороны, находится на минимальном расстоянии. И соответственно представляет для нас опасность. Далее. Или наоборот. Из-за того, что период обращения вокруг Солнца у него другой, он может находиться, например, по другую сторону Солнца. И в этот момент он для нас как бы безопасный. Далее. Еще раз. И ничего не происходит. Смысл этого слайда был в том, как остановить вообще астероиды. Астероид, например, Апофис. Ну, как вообще можно остановить? Взять ядерную ракету, запустить, он разрушится. Или взять следующий. А, еще раз. Ага, еще раз. Суть слайда в том, что если мы запустим какую-то ракету, и она может просто сбить астероид со своей орбеты, он выйдет на более высокую орбету и просто будет с нами параллельно летать. И не будет представлять для нас какой особой опасности. Далее. Опасность может быть такая, да. То есть столкновение с астероидом более одного километра – это, конечно, картинка. Вот. И для чего, собственно, я хотела рассказать об астероидах. То есть у нас существует проблема астероидной опасности. Даже большие организации инициируют проведение такого дня астероида. И чем больше людей знают об этой проблеме, тем больше, возможно, найдется людей, которые хотят поучаствовать в решении этой проблемы. Потому что, вот как говорили, да, есть инженеры, астрономы, возможно, какие-то программисты, у которых в голове, возможно, есть идея, как это все реализовать. Но из-за того, что они не знают об этой проблеме, мы до сих пор не смогли найти ее решение. Это все. Спасибо за внимание. Существует предположение, что 65 миллионов лет назад этот астероид, который упал, а возможно, вообще, что произошло? Во время удара происходит, там еще попал на воду и на сухую часть, на материк. При попадании в воду, возможно, большое цунами. Этот цунами, конечно, могло повлиять на большие формы жизни, правильно? При попадании на поверхность, возможно, землетрясение. И в результате этого также могут погибнуть большие формы жизни. Что касается бактерий и вируса, я здесь не могу ответить, потому что об этом сложно судить. Очень большой промежуток времени. Да. Вы знаете, как компания Google, которая не ведет Google Maps, с больными отступниками. И вопрос по регистрации астероидов. Вот вы говорили, что трудно доступные стаи и сложно обнаружить кратеры. Но говоря спутникам, можно обнаружить технические камеры. Да. Да, сейчас современные методы позволяют нам обнаружить абсолютно все. Но что касается обнаружения, вы имеете в виду только кратеров? Кратеры, падение астероидов. Падение астероидов, их нужно не только обнаружить, но еще каким-то образом зафиксировать. Например, прохождение Челябинского метеорита, астрономы об этом узнали с новостей утренних. Они об этом даже не догадывались. Да, как бы это ни было глупо, но астероид был размером примерно 50 метров, и он очень тусклый. И астрономические обсерватории, которые находились на территории России, они могут обнаруживать астероиды размерами более 100 метров. То есть чем больше площадь, тем больше отражает солнечного света. Их более легче увидеть. Поэтому да, при современных методах как раз и обнаруживается большее количество метеоритов и астероидов. Да. Касательно той карты, где мы видели места падения астероидов, почему в Индии так мало? Это как бы самая густонаселенная страна, и что им мешает хотя бы визуально это фиксировать? Вообще наша планета на 80% покрыта водой. И по теории вероятности, если сидит астероид, то больше всего он, наверное, попадет в воду. 80%-20%. Берем 20% суши. Примерно 10% суши занимают большие города. У нас есть материки. Вероятность попадания в густонаселенный район еще меньше. И поэтому там, когда эту карту можно интерактивно найти в интернете, и приблизить какой-то определенный материк, и рассмотреть. А как правило, они попадают не в густонаселенные города, а в какое-то такое место, например, в ту же самую тайгу. И что касается Индии, наверное, да, чистое везение. Возможно. Это в вашем плане. Да. Здесь очень слайд. Это у нас на Землю подойдет? Да. На этом? Да. Вся суть этой картинки в том, что у нас космонавт находится на Луне, и он наблюдает за смертью нашей планеты. У него есть определенное количество кислорода, которое позволяет ему, соответственно, находиться на Луне. Это как раз то неловкое чувство, что все. То есть уже как бы обречение, да. Или, например, еще есть другая надпись, что такое одиночество. Ну, тоже как бы вариант. Но чисто теоретически возможно, чтобы астероид реально пробил так насквозь Землю. Или это просто картинка? Если… Нет, это картинка. Да. За то время, что мы изучаем космос, да, примерно там 17 века, больших таких столкновений с другими большими планетами Солнечной системы не было зафиксировано. То есть у нас было столкновение кометы с Юпитером в 24-м году. Но из-за того, что Юпитер большой, там такого события не случилось. Да? Чисто теоретически, да. Да, еще вопрос был. Да, при падении астероида в больше одного километра в диаметре на крутую точку на земном шаре, она противоположная, то есть на земном шаре, как это будет? Ну, ничего, что это вообще? Очень интересный вопрос, да. В принципе, да, попадание такого большого тела никак, оно по-любому отразится на самой нашей поверхности, да. Как я сказала, возможны землетрясения, колебания почвы. Вот, что касается на противоположной, я не знаю случаев, чтобы это как-то повлияло прямо на такие большие расстояния. То есть это приходит через центр нашей планеты, правильно? Ударная волна, конечно, дойдет. Ну, ударная волна-то, конечно, дойдет, но так, чтобы тут была вмятина, а тут, например, гора, да, это, я не знаю, какой мощности должен быть просто. Да. Ударная волна-то, конечно, дойдет. Ну, это понятно, что вы сейчас. Давайте вернемся к тексту лекции. Если не совершенно просто, то давайте последним загадим. Да. У нас есть телескопы, которые занимаются непосредственно именно обнаружением астероидов. Например, у нас в маяках есть телескоп, который занимается этими объектами. Мы находим, просто делаем обзор неба и находим какой-то интересный объект. Мы записываем его координаты и отсылаем как раз вот этот МПЦ. И там говорят, да, хорошо, мы проверим. И они эти координаты рассылают там двумя астрономическими обсерваторами, там в Китае, в Индии, в Америке. И они, знаете, координаты пытаются это тело обнаружить. Они его, например, обнаруживают, говорят, да, там что-то есть. И потом уже начинается именно изучение и внесение его в единый реестр. Что касается тех астероидов. Дело в том, что на каждый астероид у нас есть какие-то свои координаты. И они движутся по определенным орбитам. Как правило, они эллиптические. Я показывала орбиты наших планет, они круговые, эллиптические. И под воздействием планет они могут немножко как бы колебаться. Поэтому постоянный мониторинг таких объектов очень нужен. Так как, например, под воздействием планет земной группы, Меркурий, Венера, Земля, Марс, орбита может немножко, например, измениться. И тогда для нас это будет большим сюрпризом, если изменятся они в нашу пользу. Что касается Челябинского метеорита, как я уже говорила, он очень маленький. То есть он имеет очень малый блеск. И обнаружить его могут только очень большие телескопы. Как правило, находятся у нас в Америке, в Северной Южной и в Австралии. Вот. И потому что он улетел с другой стороны планеты, они просто теоретически никак не могли его обнаружить. Вот. Всё. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok